Недавно на глаза попала реклама минеральной воды с процедурной анимацией появления травы. Не знаю в каком 3D пакете это было сделано, но решил реализовать что-то подобное в Cinema 4D. Мы создадим сцену, в которой протекает вода по неровностям рельефа и в тех же местах будет произрастать зелень. Для начала давайте создадим Plane, посмотрим сколько здесь полигонов, их явно недостаточно, увеличим вдвое. Здесь поставим 40 и здесь также. Конвертируем примитив, идем в редактирование точек, кликаем на инструмент кисть в режиме мазать. И создадим углубление, в котором будет протекать наша вода. Латеральные части Plane также сдеформируем. Все делается довольно таки просто и рандомно. Давайте создадим материал для нашей плоскости. В канал света я подгружу вот такую серую текстуру сухой потресканной земли. Сюда добавлю слой. Захожу внутрь и кликаем на шейдер. Добавим сюда еще цвет. Сделаем его таким песчаным. Режим наложения слоев Multiply. Забросим материал на плоскость. Рендер. Да, канал отражения здесь совсем неуместный. Отключим его. А теперь давайте задействуем канал Displacement, то есть смещение. Скопируем с канала цвет на шейдер, копий шейдер и в Displacement мы его вставим. Не забываем выставлять галочку напротив субполигонального смещения и скругление геометрии. Пожалуй, высоту и силу смещения я уменьшу. Нажимаем рендер. Вот в принципе, что мы видим. Уже создана некая детализация. Я на время отключу представление текстуры во вьюпорте. Так будет проще работать. Идем в плагин Xpaticle и создаем систему. Опускаемся ниже. Кликаем на Add Basic Setup. То есть добавить стандартные настройки. По умолчанию у нас был создан эмиттер, который испускает частички не в ту сторону. Это мы исправим. Emitter Plane. Поставим Z-. Смотрим. Да, то что надо. Но меня не устраивает также форма эмиттера. Сделаем ее округлую. А также его радиус. Наклоняем эмиттер на плоскость и центрируем. Вот так. Как видите, частички проходят сквозь наш плейн. Чего быть не должно. Кликаем на плейне правой клавишей мышки. Ищем здесь теги Xpaticle и конкретно тег Collider. То есть взаимодействие. Посмотрим, что у нас изменилось. Да, теперь частички взаимодействуют с поверхностью нашей плоскости. Давайте добавим сюда генератор, который называется Skinner. Шкурка. Он придает частичкам геометрию. Заходим в его атрибуты и немного настроим. Размеры полигона во вьюпорте и в рендере выставим на 6. Также здесь вы можете экспериментировать и подбирать свои параметры. Я выставляю галочки напротив объема и в других читбоксах. Потаскаем вот эти ползунки. Немного подшаманим наш Skinner. Должно получиться что-то вроде этого. Смотрим. В принципе, какая-то примитивная жидкость у нас уже получилась. Но проблема в том, что она взлетает ввысь. Исправляем ситуацию. Идем в модификаторы. И здесь выберем модификатор гравитация. Все банально просто. Создали. Теперь давайте отодвинем этот модификатор в конец плейна. И немного его опустим. Вот так. Проиграем анимацию. Это уже лучше. Теперь наша жидкость течет в углублении плоскости. Для большей рандомности и реалистичности жидкости, давайте добавим еще один модификатор, который называется Turbulence. Передвинем его вот сюда. И здесь в типе шума давайте выберем вот этот пресет. Он позволит воде более реалистично растекаться по поверхности. И, пожалуй, силу данного модификатора я увеличу к семерочке. Давайте создадим материал для воды. Задействуем канал прозрачности. Здесь в пресетах выберу воду. Цвет поглощения сделаем темно-синий. И дистанция 25 см будет достаточно. Также включаем канал рефлекса. И добавим сюда слой Backman. Опускаемся ниже. Ищем Layer Fresnel. Здесь в пресетах выберем Dielectric. И, конечно же, вода. Забросим материал на объект Skinner. Рендер. Вот у нас была создана вода. Но в сцене не хватает освещения для большей реалистичности. Для этого кликаем на Sky, то есть небе. Идем в Content Browser. И здесь вбиваем HDRI. Выберем здесь какую-то HDRI-карту. И забросим ее на небо. После этого рендерим. Смотрим результат. Да, это уже намного лучше. Появились блики. Какие-то неровности. Зарендерим с этого ракурса. Также меня не устраивает, что у нас во вьюпорте видна эта самая HDRI-карта. Давайте от нее избавимся. Кликаем на Sky правой клавишей мышки. Идем в теги Cinema 4D. И добавляем тег Compositing. Здесь ищем параметр Scene by Camera. Видимый для камеры. И снимаем галочку в читбоксе. Теперь рендер. То, что надо. Заходим в модуль Mokrov. И здесь кликаем на объекте Tracer. Почему-то в линке у нас применилось небо. Удалим его отсюда. И забросим сюда Skinner. Вот так. Теперь посмотрите. За каждой нашей частичкой тянется вот такой хвост. Или шлейф. Для чего он нужен, поймете немного позже. Выберем наш объект Plane. Идем в вкладку Симуляция. И создаем волосы. Они слишком уж длинные. В первую очередь уменьшим их длину. Пожалуй, здесь я поставлю 25 см. Также рост корней. Выберу площадь полигона. Изменим этот параметр здесь также. Хорошо. И количество этих волос увеличим. Вот где-то так. 5000 будет достаточно. Давайте отредактируем материал волос. Зелень должна быть зеленая. Что мы в принципе сейчас и сделаем. Вот так. В канале Спекуляра я уменьшу немного значения. И здесь сделаю цвет бледно-зеленым. В канал длины мы добавим эффект Proximal. То есть ближайший. Заходим внутрь. И как видите, у нас здесь есть линк для объекта. Забросим сюда объект Tracer. Обязательно выставляем галочку напротив использовать точки. Или ребра. Также здесь я изменю конечную дистанцию. Все другие параметры оставляем по умолчанию. В объекте Tracer интерполяция точек лучше поставить адаптивное. Давайте запустим симуляцию. Во, как видите, наши волосы упали. Так как на них действует гравитация. Идем в вкладку динамика. И снимаем галочку напротив параметра Enable. То есть включено. Теперь давайте зарендерим. В принципе, что-то подобное уже получилось. В нас протекает вода. И вокруг нее произрастает зелень. Возвращаемся редактировать материал волос. Здесь толщину корней я увеличу. И кончики выставим 0,7 сантиметра. Также можно подгрузить каналы за виток, разного рода смещение, пучок и так далее. Для большей реалистичности нашей зелени. Здесь вы можете поэкспериментировать уже самостоятельно. И на рендере у вас получится что-то приблизительно такое. Надеюсь, данный урок для вас понравился. Потому не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Задавайте вопросы. На этом все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok